Ураган Сэнди Ущерба, который он нанес людям и бизнесам, городам, штатам, а также как за эти два года изменились Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, извлекли ли мы какие-то уроки из этого урагана, что происходит сегодня, спустя два года после урагана Сэнди. И я посчитал необходимым пригласить сегодня в передачу по телефону с нами на связи депутат городского совета Нью-Йорка от Южного Бруклина Марк Трейгер, вокруг которого входят такие районы, как Кони Аллен, Бенсенхёрст, Ворбас, Сигейт и другие районы, очень сильно пострадавшие от урагана Сэнди. И хотя я только сейчас назвал микрорайоны, которые входят в округ Марка Трейгера, он возглавляет в Горсовете Нью-Йорка новый комитет, который называется Recovery and Resiliency. То есть это комитет, который занимается в Горсовете только вопросами восстановления после урагана Сэнди. Он проводил уже очень много различных слушаний о бизнесах, о работе программы Build It Back и многие другие. Сегодня он с нами в эфире. Марк, вы нас слышите? Да, да, спасибо, Ари. Ари, это очень важная вопрос. And there is still a lot of work left to do. There has been, since the start of this year, when we started this year, there were zero homes or any types of properties being rebuilt. There were very few, to almost zero, checks reimbursed to people. There were very unclear plans about how the city will become more resilient with future storms. After, as you mentioned, this year we've had a number of hearings, now we're learning that out of the 22,000 people that applied to the Housing Recovery Program, they've issued now their 1,000 reimbursement checks. And one of the things that's very important to know about this program is that if people receive money from this program, they have to purchase flood insurance. Some people are going to have to elevate their home. So this is a program where people stay in damage. And all that year nothing was happening. Now we're starting to see some movement. We're starting to see some action. But everything is designed towards being more prepared. Mark, Mark, дайте мне возможность перевести. Я хочу сказать, что Mark Trigger, действительно, с 1 января этого года, что называется, засыщив рукава, делает все возможное, чтобы обратить внимание и горсовета Нью-Йорка всего, причем и мэрии, и всех служб, и не только, кстати, правительства города, но и штата, и страны, привлечь внимание к районам, пострадавшим от урагана Сэнди. Причем не только тех районов, которые входят в его округ непосредственно, но и к Брайтон-Бич, к Манхэттен-Бич, к Шипсет-Бэю, к Фараковой, к Стэйтон-Айленду. И не зря у него должен называется глава комитета горсовета Нью-Йорка, всего Нью-Йорка, по восстановлению после урагана. Он подтвердил то, о чем все время говорят люди, и то, что является сегодня, к сожалению, печальной реальностью. После двух лет, после урагана Сэнди, по-прежнему многие дома разрушены, не восстановлены, по-прежнему тысячи и тысячи людей не получили чеки в виде компенсации за ущерб во время урагана Сэнди. 22 тысячи человек подали заявление на помощь в эту программу Build It Back, но до сих пор, вот сейчас цель объявил мэр города Билдеблазио, чтобы до конца года тысячи человек получили эти чеки. Но тысячи, это, конечно, все равно огромное количество людей, никакой помощи так и не получили. И я спросил про планы, я спросил, готово ли городское правительство. Марк Трегер сказал, что по-прежнему у всех агентств очень неясные планы. Насколько они готовы, разговоров много, но четкого конкретного плана подготовки к будущим стихийным бедствиям у большинства городских агентств по-прежнему нет. И, Марк, я знаю, что вы постоянно приглашаете в Горсовет на слушание руководителей разных агентств, чтобы они все-таки высказали, как они готовятся. Департамент здравоохранения, департамент по делам малых бизнесов, департамент строительства. Я вижу, что, конечно, еще работы не початый край. Правильно? Продолжение следует... Продолжение следует... Я бы хотел перевести то, что сейчас Марк сказал. Марк, я бы хотел перевести, пожалуйста. 20 тысяч владельцев малых бизнесов, пострадавших от урагана Сэнди, подали заявление в городскую программу Нью-Йорка, которая предоставляла различные льготы, суды или какую-то помощь бизнесам. 20 тысяч владельцев бизнесов подали. И в тот день, когда проводил Марк Трегер слушание в Горсовете о показании помощи бизнесам, и он задавал вопросы, мне довелось присутствовать, так выяснилось, что всего лишь 7 малых бизнесов, 7, получили какую-то помощь от городского правительства Нью-Йорка. Совершенно неприемлемая цифра. Изменилось ли что-то сейчас, уже конец октября 2014 года? Продолжение следует... Марк Трегер все время не мог понять, почему городская администрация все время говорит только вообще о судах малых бизнесов. Как известно, подавляющее большинство владельцев малых бизнесов, пострадавших от урагана Сэнди, компенсировали все убытки из своего собственного кармана, набрали другие суды в банках, одолжили у родственников, сняли свои деньги со счетов, что-то продали. В общем, каждый выкручивался как мог. Я знаю владельца аптеки, знаю владельца магазина оптики, знаю человека, который имел ресторан. Все за свои деньги восстанавливали. Большинство страховок ничего не покрыло, потому что многим бизнесам в районе, если не большинству бизнесов в районе океана, вообще не продавали раньше страховку на случай наводнения. В общем, благодаря усилиям депутата горсовета Марка Трейгера и его коллег по этому законодательному органу, администрация Нью-Йорка наконец согласилась, что бизнесам нужно давать малым бизнесам не суды еще, чтобы они еще больше в долги залезали, а денежные гранты, причем на сумму до 100 тысяч долларов. Эта программа сейчас сформирована, но опять же о ней очень многие еще не знают бизнесы, и нужно даже с точки зрения просветительской и образовательной деятельности очень много сделать, чтобы даже те программы, которые существуют, чтобы люди о них вообще просто знали. Правильно я говорю, Марк? Yes, Ari. This is a part of the problem that I think happened last year, where the outreach to our communities, particularly the Russian-speaking community, was very poor, because many people did not know about the programs, and nobody was really going out there to help assist. I do want to credit, though, that there was a Yelena Mockin, I know from the Brighton Beach, I know that she was working very hard, but she can't do this alone. She needs support from the government to outreach to all the impacted communities, and to let them know that these resources are available to help small business. Mark Trigger сказал, что в прошлом году была колоссальная проблема с тем, чтобы люди вообще узнали о существующих программах помощи. Mark Trigger очень похвалил Елену Махнину, директора ассоциации бизнесов Brighton, за то, что она много сделала для того, чтобы владельцы малых бизнесов, для того, чтобы семьи, пострадавшие от урагана Сэнди, хотя бы узнали о тех программах, которые уже есть. И он сказал, что не может Лена Махнина подменить с собой всю городскую администрацию, особенно по делам малых бизнесов, не может заменить всю мэрию, и что не хватало, и по-прежнему не хватает русскоязычных работников во всех программах, хотя ситуация меняется в лучшую сторону, и начали нанимать русскоязычных работников во все программы по восстановлению. И в Build It Back, я знаю, взяли русскоязычных работников уже немало, и в другие программы. Но все равно, конечно, это еще недостаточно, и многие просто ничего не знают, даже то, что существует об этих программах, им неизвестно. И последний вопрос. Да-да-да, пожалуйста. Марк Трейгер только что сказал, что 90% людей, которые пострадали от урагана Сэнди, это были жильцы. Не столько домовладельцы тоже пострадали, но среди тех, кто нужна была бы помощь в рамках вот этих программ помощи в жилищном вопросе, 90% были жильцы, арендаторы жилья. Так вот программа Build It Back, когда она создавалась, Build It Back, то есть построить заново, восстановить, она изначально задумывалась, чтобы помогать домовладельцам и жильцам. Но в итоге так было построено вот этот outreach, так было построено, чтобы люди об этом узнавали, чтобы подавляющее большинство заявители на эту программу, это только домовладельцы, и большинство жильцов понятия не имели, что они имеют право на получение помощи от городского правительства, хотя на эту программу были выделены огромные деньги. И в результате эта программа называется T-DEP, Temporary, в общем, помощь, помощь жильцам, T-DEP. И очень многие жильцы до сих пор не знают о том, что такая программа существует, и дедлайн стекло 31 октября прошлого года подавать, и я знаю, что Марк Трегер добивался и добивается, что программу снова открыли, потому что многие люди понятия не имели о том, что она существовала, и о том, что выделялась помощь от городского правительства. Продолжение следует... и чтобы помочь тех, кто требует ассистента. И если есть те люди, которые никогда не вступили, и чувствуют, что они влезли, я их попросил, чтобы позвонить в моем офисе, и я отправлю их имя и их случаи к администрации. Марк Трейгер только что сказал, что он призывал и призывает администрацию мэра Билла де Блазио снова открыть программу Build It Back, чтобы те люди, которые не знали об этой программе, не успели подать заявление, в том числе жильцы, которые за свой счет фактически восстанавливали очень многие квартиры, чтобы они имели такую возможность снова подать на эту программу заявление. И он сказал, что он еще не сдался и по-прежнему убеждает администрацию города Нью-Йорка возобновить прием заявлений на программу Build It Back. Марк, огромное вам спасибо, что нашли время принять участие в нашей передаче. Еще большее спасибо за ваши усилия, за оказание помощи жертвам урагана Сэнди. Напоследок я хотел бы, чтобы вы назвали номер телефона вашего офиса, если у людей есть вопросы по этому направлению. И моя информация в офисе 718-373-9673. Еще раз, 718-373-9673. У меня есть русский стафф в моем офисе. Мы возьмем вашу информацию и перевернем ее к администрации. Спасибо огромное, Марк. Спасибо огромное, Марк Трегер. Марк Трегер только что похвалил мои усилия после урагана Сэнди и назвал номер телефона своего офиса. Это номер телефона офиса депутата горсовета Марка Трегера от Южного Бруклина, председателя комитета горсовета Нью-Йорка по восстановлению после урагана Сэнди. К сожалению, работы у него еще очень-очень много, потому что еще огромное количество проблем. Спасибо огромное, Марк Трегер. Мы продолжаем нашу передачу. Я хочу напомнить, как все это происходило, потому что очень важно вспомнить, что происходило, чтобы не повторять тех же самых ошибок, например, или чтобы извлечь какие-то уроки из той истории, которая была. Например, мало того, что стихийное было бедствие, было еще и человеческое бедствие. Например, были ограбления бизнесов. Я вот сейчас покажу вам несколько фотографий, сделанных мною в районе Кони-Айленда, одной из аптек. Это аптека, самая популярная аптека на Кони-Айленде. Называется она Кони-Айленд-Фармаси. Ее возглавляет Илан Кац. Ее очень любят русскоязычные эмигранты и афроамериканцы Кони-Айленда. Вот этот момент, несколько дней после урагана Сэнди. Она разрушена, вода пришла соленая, океанская. Но кроме этого еще, посмотрите следующую фотографию, она еще и разграблена. Кроме того, что стихийное бедствие, еще и мародеры пришли. Но работники аптеки не бросили своих пациентам, которым нужны были лекарства. И были установлены трейлеры прямо возле такие, как вагончики. И сотрудники аптеки, я считаю, героически просто, продолжали выдавать лекарства. У нас тоже есть эта фотография, где они выдают лекарства пожилым людям и не только пожилым. Делают все возможное, чтобы люди не остались без лекарств в таких вот условиях в этом вагончике. Но история, я так тому и рассказываю, что кроме стихийного бедствия было еще и мародерство. И, конечно, нужно всегда обращать внимание на то, что в любых экстремальных ситуациях проявляются как лучшие человеческие качества, так и худшие человеческие качества. Я также хочу, чтобы вы увидели кадры, которые я сделал в районе Брайтона и Шипсет-Бэя, Манхэттен-Бича. Несколько фотографий буквально, которые показывают, какие были разрушения, как падали деревья. Вот, например, знаменитый ресторан Татьяна на Бурдвоке. Он уже сегодня полностью, конечно же, восстановлен. Но вот этот снимок сделан буквально на следующий день после урагана Сэнди 30 октября. Посмотрите, какой ущерб понес этот ресторан, который был прямо возле океана, прямо возле Бурдвока. Я знаю, что очень много упало деревьев. Некоторые деревья упали прямо возле жилых домов. Вот это недалеко от Эммон-Сэвеню, прямо через дорогу от парка Холокоста упало дерево, и люди имели большую проблему просто выйти из дома. То есть им перегородило это дерево, возможность выйти на улицу даже. Многие просто застряли. А вот снимок сделан непосредственно в мемориальном парке Холокоста на следующий день после урагана, сколько деревьев там упало. Сегодня там более-менее привели в порядок этот священный парк. Многие деревья не только убрали, пришлось многие сучья спилить, обрезать. Многие деревья пришлось тоже удалить, потому что они явно после этого урагана так могли вообще упасть. Просто была такая необходимость. Конечно, у департамента парков огромный кусок работы после этого урагана был, и у многих других городских служб. Но, как вы сейчас слышали, к сожалению, очень многие проблемы остаются и спустя два года. Очень многие бизнесы не получили компенсации, очень многие жильцы не получили компенсации, единицы домовладельцев получили какую-то помощь, их дома восстанавливаются, работы еще очень-очень много. Я хочу также воздать должное еще одному депутату горсовета, который day in and day out очень много помог людям именно в зоне стихийного бедствия, в первую очередь, конечно же, в районе Южного Бруклина. Это депутат, ныне он депутат горсовета Нью-Йорка, от Брайтона, Манхэттен-Бича, Шипсет-Бея. Я говорю про депутата горсовета Хайма Дойча. Он тогда руководил добровольческим батрулем Шамрим, он был помощником депутата горсовета Майкла Нельсона. И он с утра до вечера с этим передвижным мобильным автобусом ездил, по рации связывался с людьми, привозил, доставлял горячую еду, одеяло, обогреватели, потому что потом морозы начались, другие необходимые вещи. Помогал организовать таунхолл-митинг в Шорфронте на Брайтоне, чтобы узнать больше, где кому нужна помощь. В общем, тоже огромное спасибо хочется выразить Хайму Дойчу, который очень много сделал для оказания помощи жертвам урагана Сэнди. И он тоже на всех этих слушаниях, о которых говорил Марк Трегер, всегда участвует активно. И тоже привел в свой 48-й округ нового руководителя программы Build It Back, о которой шла речь Эми Паттерсон. Он ее привел тоже в свой округ, чтобы она своими глазами увидела, как медленно идет восстановление после урагана Сэнди, особенно в районе, на мой взгляд, Шипсет-Бэя. Очень-очень медленно идет и в других районах Южного Бруклина. Сегодня также нужно сказать о том, что ФИМА, Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям, на днях сообщило о том, что выделено были почти 20 с лишним миллиардов долларов на оказание помощи жертвам урагана Сэнди в районе Большого Нью-Йорка. Из них там 13 чем-то миллиардов долларов непосредственно в городе Нью-Йорке и 5 миллиардов на восстановление зданий там различных. Также немало было выплачено в виде компенсации тем, у кого были полисы страховые за ущерб от наводнения. Практически сегодня полностью восстановлена вся система общественного транспорта Нью-Йорка. Как вы знаете, общественный транспорт очень плохо работал после урагана Сэнди, но его довольно быстро восстановили. И тогда главой транспортного управления был Джозеф Лотта, которому тоже нужно выразить признательность, что он так успешно руководил восстановительными работами в Нью-Йоркском метрополитене. Не хватало бензина, все гонзоколонки, все бензоколонки были практически закрыты, были очереди дикие на бензоколонках, которые работали. И теперь все бензоколонки обязали иметь и запасные генераторы, чтобы ситуация не повторилась вновь. Все восстанавливаемые дома, вот говорил об этом Марк Трейгер, восстанавливаются по-другому уже, не так, как они были раньше. Бойлеры поднимаются с подвалов, многие здания восстанавливаются, начиная с более высоких этажей, то есть делается все, чтобы поднять, что называется, дома над уровнем океана. Выделяются дополнительные деньги от штата и федерального правительства на укрепление прибрежной полосы. На это нужны не тысячи, а десятки, даже сотни миллионов долларов по всему городу Нью-Йорка. Этот процесс, как говорили, уже пошел. Я знаю, выделено 108 миллионов долларов на оказание помощи, в первую очередь, прибрежной зоне района Кони-Айленда и Сигейта, а также восстановление там жилого фонда. Но все это очень-очень медленно. Администрация города Нью-Йорка говорит, что нужно еще будет, может быть, несколько лет, чтобы все восстановить и наладить. Тем временем по-прежнему еще до конца не разработаны все планы, как вести себя на случай нового стихийного бедствия. Много претензий было к Красному Кресту, который сообщил, что выделил 300 тысяч долларов на программы помощи жертвам урагана, но многие все равно им очень недовольны. Единственное, что все запомнили, была горячая еда, которую привозили сотрудники Красного Креста. Но, конечно, этого тоже недостаточно. Сегодня, пользуясь случаем, также хотелось бы поблагодарить всех волонтеров, которые помогали, безвозмездно помогали жертвам урагана Сэнди. И в качестве переводчиков, и в качестве тех, кто ходили по верхним этажам, разносили воду, медикаменты. Огромное количество сегодня просто не назвать во всей передаче всех волонтеров. Я хотел бы вот единственное отметить, такая есть девушка чудесная, ее зовут Тина Кабахидзе. У нас есть фотография, где она выступает на благотворительном концерте. Она не артистка, не певица, но она замечательный человек. Вот она справа, ее представляют здесь на этом благотворительном концерте. Он был в Даунхаус Ланч в районе Макдональд Эвеню. Был благотворительный концерт для жертв урагана. И вот справа стоит в джинсах, вот так, руки в карманы, Тина Кабахидзе. Вот эта хрупкая молодая девушка организовала группу волонтеров, которые первыми, не дожидаясь ни еврейских организаций, ни русских каких-то православных церквей, не дожидаясь каких-то указаний или государственных структур, через Фейсбук создала группу волонтеров, которые первыми пошли на самые верхние этажи с утра до вечера. Фараковый, Кони Айланд, районы Трамвиллдж, Ворбос. На самые верхние этажи они интересовались, где люди. Ходили с фонариками, находили тех, кто не успел эвакуироваться, кто не поверил, что будет серьезный ураган и остался, кто не смог эвакуироваться по какой-то причине. Вот огромная благодарность Тине Кабахидзе и ее команде за то, что у нас все сделали для того, чтобы помочь пожилым людям. Конечно, в первую очередь они помогали в основном русскоязычным иммигрантам пожилым. И они, я считаю, раньше всех правительственных структур помогли огромному количеству русскоязычных иммигрантов, в первую очередь в районах Южного Бруклина и Фаракова. Огромное спасибо Тине Кабахидзе и всем волонтерам, кто помогал в это время. Подводя итоги сегодняшней передачи, хочется сказать, что работы еще много. К сожалению, государственная машина работает с большим-большим скрипом. И прогресс определенный есть в сравнении с тем, что было в прошлом году, безусловно. Но на самом деле вся работа еще только-только начинается. Несмотря на все миллиарды, которые выделены, не все деньги еще освоены, которые выделены, а многие деньги еще и не выделены и не дошли до адресатов. Проблем по-прежнему еще очень-очень много и у домовладельцев, и у жильцов, и у владельцев малых бизнесов. Еще есть у людей проблемы со здоровьем. До сих пор не везде еще вычистили всю эту плесень после урагана Сэнди. Не везде еще восстановлены многие жилые районы. В общем, хочется сказать, два года спустя Сэнди, что все еще только начинается восстановление, и подготовка к будущим стихийным бедствиям еще должна пройти большие этапы. Спасибо вам огромное за то, что вы смотрели нашу сегодняшнюю передачу. И хочется вам пожелать, чтобы мы все вместе больше не испытывали таких потрясений, и чтобы мы с вами были готовы к любым возможным экстремальным ситуациям. Ведь даже банки сколько времени не работали, и банкоматы не работали, и машины для приема кредит-карточек не работали, даже наличных денег у людей не было. Так что мы сами тоже должны психологически быть готовы к любым стихийным бедствиям, к сюрпризам от нашей матушки природы. А пока я хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов, и до встречи на следующей неделе в программе у нас в Америке. Всего вам самого-самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok